Не учиться фотографии, то есть она сейчас самая динамично развивающаяся отрасль в современном искусстве, в визуальном искусстве. Надо понимать, что фотографии 21 века немножко иначе, чем была и все мы фотографы, все мы вроде бы знаем о фотографии, все умеют фотографировать, но мы, как выясняется, то есть сейчас для нас снимают фотоаппараты и фотографии вид изобразительного искусства, как творчество, тем, во-первых, в тот момент, когда появилась технологическая доступность любого из нас, социально-национальной доступности, в получении резкого изображения. Вот с этого момента фотография стала нечто обыденным, очень удобным, с точки зрения информации, с самой рекламы, рекламировать собственную глупость, собственную небеженство, небеженская образованность через рекламу в любых формах и видах рекламы. И надо вам понять, то есть я вам просто сейчас скажу, то есть буду говорить о творческом процессе и о тех технологиях этого творческого процесса, конечно, недоговариваю до конца с тем, чтобы у вас был интерес научиться и учиться в дальнейшем, но если вам сейчас расскажу таким образом, я расформирую стилистическую плептику в тематический синтез, для многих из вас это абсолютно непонятно, что мы говорим. Я не знаю, что сейчас надо снять, чтобы кого-то удивить. За 180 с лишним лет изобретения фотоаппарата жизнь человека отснята от рождения до смерти на всех широтах, на всех континентах. Хотя, в общем-то, те, кто учил судьбу, я уже не знаю, 5 или 6, английский журналист сказал, скажите, что вот можно снять то, чтобы все в мире узнали о фотографии. Я однажды думал, что Игорь и Костя, с Украины, мой друг, великолепный человек, великолепный фотограф, будет в лучшем мире. Он отснял «Чернополь» через 2 часа до выпуска, взрыв, он уже летел на вертолете, снимал 4-й блок сверху и всю оставшуюся жизнь лечился. И мы делали 6 или 7 операций, пересадки после своего мозга, он сделал великолепный блок. Я считаю, что один из лучших альбомов конца 20-го века, связанный с «Чернопольным». Я думал, что в 87-м году будет в лучшем мире. Нет, как ни крутите, но, в общем-то, быть в лучшем мире невозможно. Тем не менее, те, кто у меня учился, знают вот мою выданную историю. Может ли Владимир Яркин быть завтра в лучшем мире? Вчера во дворе дома Яркина вся вот команда, которая сидит здесь, сняли и порешился в искусстве. Кто будет лучше? Не тот, кто лучше, сняли, а тот, кто лучше реализовал. Не в журнале «Русский репортер», «Огонек», там, я не знаю, в газете «Ведомости» и так далее, а в «Штерниф», «Подимачев», «Несуики», «Втайне», «Фигаро» магазин. Многомиллионные мировые тиражи, и о вас, о вашем имени завтра узнаете все. Поэтому очень многое зависит от административно-командного ресурса, от денег, от узнаваемости вашего лица, ваших фотографий, кто сидят членами жюри на Волк-Проскоте. Те же редактора, которые знают не просто анонимные стены, кто это снял, они даже знают, какие деньги за это было заплачено. Поэтому в 2013 году, опять же, по собственной глупости, я предложил на Волк-Проскоте сменить по членам жюри в году. А на кого менять? Я говорю, никого из тех, кто занят непосредственно фото-бизнесом, членами жюри в Бутинку. Не фотографы, не редактора, не владельцы агентств, газеты, а кто должны быть? Должны быть старые, мудрые, 70-90-летние мудрецы, культурологи, искусствоведы, обязательно психиатры. Кто еще? Историки, литераторы, философы. Те, кто действительно оценят не просто лучшие и сенсационные фотографии, связанные с узнаваемыми лицами, именами, но, в общем-то, немножко больше должно быть чего-то. Что объединяет? Кино и поэзию. Поэзию и музыку. Музыку и живопись. Живопись и фотографию. Что? Образность мышления. Образ. Поэтому, если вы желаете чего-то добиться, не учиться и не знать, что такое образ, что такое образное мышление, не уметь и не владеть техникой трансформации документального образа, художественного документального образа, не понимать, что есть абсолютно неосвоенные не тем технологии оценки изобразительного пространства через субъективизм авторского мышления, когда вы оцениваете под нужную тему в том или ином пространстве, вы ищете нужную вам изобразительную стилистику а-ля Максимишин, хотя в стилистике а-ля Максимишин снимает вся Америка, вся Европа, весь Китай, скоро будет снимать вся Россия. Он, может быть, лучше, чем кто-либо освоил и снимает в этой стилистике, хотя это освоено уже было в 70-е годы. Поэтому есть темы стилистические, есть темы тематические, где содержание имеет основу, форму, составляющую некую, либо стиль, вы берете в Москву некий стиль и под стиль ищете тему. Я в данном случае говорю не об одиночных фотографиях, я говорю о семейной съемке, потому как с 74-го года я снимаю сведения, потому что мне уже одиночные фотографии были неинтересны в 74-м. году и снимать серийно, для меня это очень интересно, снимаю я очень долго, и год, и два, и пять, и десять, и двадцать, и тридцать, сорок восемь лет у меня. Я снимала в этом. Но вы не думайте, что я снимаю сорок восемь лет, это одна тема, и не снимаю ничего. Одновременно я сейчас в планках в три-четыре темы, я ищу возможности, варианты, но не имея некой задачи в голове, вы гуляете по улице с фотоаппаратом бесцельно, никогда не снимете то, чего я. Я буду вместе с вами ходить, гулять, но я буду снимать то, чего вы не видите. Потому что видеть надо и учиться. Фотографии надо системно. Эта система заключается в следующем. Учиться надо в рамках некой темы, сверх темы, непрестижимой и недостижимой для вас, может быть, сегодня. Но с тем, чтобы не терять время, силы и материальные средства, ищите тему и учитесь снимать. Учиться это фотографировать в одиночку бессмысленно. То есть я вам на своем опте скажу, рано или поздно вы окажете перед белой стеной в психиатрической больнице. Учиться надо системно, в коллективе, снимая все вместе, обсуждая. Вот те, кто меня учился, знают, что мы раз в год и вот именно со мной ездим в Суздаль. Это уже длится 28 раз. Мы едем все вместе, 20, 15, 30, 40, 80 человек. Мы едем на одно мероприятие, живем все вместе, вместе веселимся, вместе фотографируем, а через 2 недели собираемся и смотрим, кто и что снял. Это и есть учеба. Значит, не верьте никому, кто вам скажет, что я вас за неделю ночью фотографирую, за 1 год, за 5 лет. За 20 лет. Это лошадь. Задача у этих людей взять с воздействием. Учиться вы можете сами фотографировать. Либо научиться, либо не научиться. Но фотография – это системная работа, 24 часа в сутки. Всякое искусство – это искусство мучений, творческих сомнений, взлетов, падений. Это любое искусство. И музыка, и жилки, и литература. Всякое искусство – это искусство обмана. Основа фотография – ее документ. И документ, визуальный документ, мы ему верим больше, чем рассказывать, словам, и пересказам. Под любой из фотографий можно поставить одно слово, и смысл этой фотографии переворачивается на 180 градусов. Мои слова о том, что это искусство обмана, у Хакаса есть великолепная фраза – «Всякое искусство – это ложь». Но через эту ложь мы ее познаем истинность, правда. Малевич показал другую вещь, что черный цвет для искусства – ничто, белый цвет для искусства – ничто, но черный с белым – это же контраст. Жизнь человека изучается на основе конфликтов. Вся литература, словом, на конфликтах. Никто из вас не думал, отчего все герои шекспированных почему-то умерщвляют. То есть все окончают жизнь смертью. А потом кто-то знал, что с ней делать лучше. По той простой причине, что не было сериалов. Сейчас «Улица разбитых фнарей». 249-я серия. Я вынужден это смотреть, то есть мне важна драматургия. Жизнь человека изучается через конфликты, через конфликты. Поэтому и фотография требует конфликтности. В 80-е годы была великолепная книжка, она называлась так. Осторожно. Что такое? Конфликт. Это решение неких вопросов и задач. Получение неких выгод, удобств, либо интересов. Если вам нужен быстрый процесс, это называется как скандал. Современные фотографии – это искусство, литература, философия, психология обязательно, но в должном мире. Я не понимаю, что надо обязательно быть доктором философских наук, психологии. Но тем не менее, современный фотограф должен знать абсолютно четко, что можно, что нельзя знать ответственность, моральную, этическую и юридическую за свои фотографии. Потому как все это не безнаказанно, и процесс идет очень долгий. Уметь перекладывать язык литературы, язык Чехова, Достоевского, Толстого, язык фотографии, язык драматургии, язык музыки, язык фотографии, язык живописи на язык фотографии. Те, кто у меня учился давно, я об этом не говорил, те, кто учился недавно, знают. О том, что, ну, в общем-то, я бывший музыкант, бывший живописец, у меня ушло на это 20 с лишним лет. Как говорят, бывших не бывает, ну, я, скажем, несостоявшихся. Но в душе, да, я чувствую себя музыкантом, живописцем. И переложить язык живописи на язык фотографии, это возможно. А с какой? Я франклоги в рубе снял царь лебедя. 5 и 6. А демона? 2 и 8. Ну, с какой выдержкой Синсанс написал умирающего лебедя? 1,4. А Равель Болерон с какой выдержкой? 1,1,2. 1,2. Поэтому, когда вы сможете перекладывать язык музыки, литературы, философии, психологии на язык, фотографий вам равных не будет. Но, к сожалению, у нас никто этому не учит. Поэтому я вынужден учиться сам, учиться не у фотографов, а у великих кинорежиссеров, композиторов, художников, пилосов. Они не говорят о фотографиях, они говорят о жизни вообще. То есть, Буде Алин однажды мне в Берлине на мастер-классе я ему задал вопрос, скажите, а что для вас кино? Да вы кто? Я говорю, я фотограф. Откуда? Из России, из Москвы. Интересно. Он говорит, ну, в общем-то, для меня кино одинаково, что для вас фотографии. Говорит, ну, все-таки что? Это отношения? Какие отношения? Мужчины и женщины. Причем эти отношения глубже, драматичнее, проблематичнее, тем ваше кино, глубже, и ваши фотографии тоже. Но главное в этих отношениях не потерять что? Собственную свободу. Она абсолютно права, потому что очень легко. Птихия жизненная, влюбляясь, разводясь, оставляя детей, семьи, и так далее, и так далее, потерять собственную свободу, принадлежать кому-то чем-то интересам, но не принадлежать своей фотографии, своему творчеству, своим бессонным ночам, главной воле, маразму. Не знаю. Поэтому очень-очень сложно заниматься любым видом искусства. Это любое. Творство — это искусство сомнений. Поэтому, значит, я вас не буду агитировать очень сильно заниматься фотографиями. Я завидую тем, для кого фотографиями является профессией. Для кого это? Просто любительство. Семнений для сердца, для души. В любом случае, она вам не любит, она вас обоградит. Если уж заниматься профессией, уж слишком много желающих на сегодняшний день зарабатывать деньги фотографии. Это вообще большая ошибка. Слишком много желающих стало быть слишком сложно устроиться на работу. Поэтому я знаю, кто сейчас работает в элитарных журналах, это кто не учится. И когда в одном из модных журналов сто номеров, которых сделал я в начале 90-х, кто у вас фотографии? Вот это женщина, вот это молодой человек. Они где-то учились, а зачем им учиться? Это сестра, учредитель, это племянник главного ряда. Поэтому не гонитесь и не соревнуйтесь с теми, у кого немножко ресурсы и возможности. То есть гонитесь и соревнуйтесь с собой. Конечно, следить надо за общими какими-то технологическими, визуальными изменениями, мнениями. не знаю искусства, не знаю, что такое стиль, не знаю, каким образом из одного стиля можно связаться в другой стиль, как из мусорной кучи сделать синтез. То есть это и есть технология, которую надо осваивать. И я думаю, что будущее. Фотографии это язык символов и знаков. Это опять же говорю, язык философии, литературы. Но для того, чтобы читать эти фотографии, этому надо учиться. Фотографии великолепное средство шифрования. Оно сродни музыки. Кто у нас в лодке был самый гениальный шифроводщик? Шостакович, отец, Траус, Траус. Фотографии можно делать не меньше. Я снимаю вот с натюрморта, то есть во всех моих натюрмортах те, кто у меня учился, могут четко отгадать. Я был в этот момент один или не один. Это время года, лето, зима, осень. Все зашифровано. Те, кто у меня учился, они знают азбуку шифрования на их детали. Если у нас времени хватит, мы дойдем до пятермортов, я вам обычно кем-то зашифроваться. Поэтому искусство современной фотографии, современной фото-журналисты это искусство шифрования. Мы не можем с вами решить проблему военного мира, но мы можем эти проблемы обозначить. для того, чтобы их обозначать, надо идти на полшага вперед, чувствовать жизнь, чувствовать динамику жизни, чувствовать изменения. И то, что происходит на Украине, то, что произошло в 2014 году, в сентябре от 12-го года я был в Киеве на ЧПП, пионате мира по художественной гимнастике. В Москве я принес четыре фотографии, снятые в Киеве, в редакцию журнала Московские новости. Главный редактор и главный художник взглянули и сказали, а это что? Я говорю, у вас есть рубрика города мира. Возьмите по четыре фотографии всего лишь они взглянули, вот, возьмите. Я говорю, а отчего нас закроют? Я говорю, вас и так закроют. Их закрыли через неделю. Вот. Ну, а что там было? Они говорят, ну, это же война, я буду дать. Будет война. На моих фотографиях за год до всей этой решении вот этого маразма уже было написано из-за шерлона, что война неизбежна. Важно было, в общем-то, слушать, видеть и чувствовать, что все идет к этому. И важно было это зафиксировать. Значит, мы начинаем смотреть фотографии, постараемся, значит, моя задача не удивить вас какими-то, то есть я не снимаю лучше всех спорт, не снимаю лучше всех музык, не снимаю лучше всех. Я снимаю так, как снимаю я. У меня есть свои технологии, своя задача, свои какие-то маленькие секреты, и не маленькие, а большие секреты. Поэтому моя задача вам показать, в современной фотографии меня больше всего сейчас интересует изобразительный стиль. и как этот стиль можно применять в той или иной теме, каким образом этот стиль может быть логический, я себе понятен, каким образом это абсолютно бессмысленно, но тем не менее я вам покажу темы, я за на будущий год это будет уже 50 лет, как я занимаюсь фотографией, я отснял 186 серий, ну, я вам покажу часть и искусства, и культуры, и войну, и черему там, и цветы, но все я вам показать не могу, это минимум неделю, нам надо здесь вот уединиться, сидеть, не до всех это возможно. Может быть, кто-то из вас видел серию мою «Властители музыкальных сфер», где я снимал дирижеров, сложенных в некую визуальную тематическую цепочку, где дирижер передает дирижерскую палочку, и музыка продолжается, вот те, кто знает музыку, их, современную музыку, то есть я отснял за жизнь где-то около 200 дирижеров мировых, великих и невеликих, экзотических и неэкзотических, но серия вот «Валькирии» Вагнера в крупных планах дирижера Кента Наганна, это я считал до какого-то момента, что это лучшее, что я снял в искусстве, снимал я это 4 месяца, 2 концерта «Валькирии» и 4 репетиции, мой второй инсульт случился в зале Чайковского, я сидел в оркестре среди своих друзей-музыкантов, с которыми я учился в музыкальной школе, играл в одних оркестрах, синхронических, духовых, и в какой-то момент у меня случился инсульт, меня мои же приятели за ноги выболокли, вызвали скорую, меня отвезли в больницу, в течение часа сделали операцию, первый инсульт имеет название «8 марта», он случился в 8 марта, второй инсульт имеет название «Кент-Наган». Я в этого дирижера влюблен. Знаете, вот все-таки есть что-то, когда мне однажды сказали «Верю я в Бога или нет?» я ответил словами великого латиноамериканского писателя «Я в Бога не верю, но очень его боюсь». Поэтому никто меня в жизни не учил верить в Бога, меня учили не верить в Бога. Научный атеизм, научный экономизм, пионерская организация, комсомольская организация, и когда один из моих начальников сейчас сказал, что мы к вам относимся с уважением, но ваши фотографии не вписываются в рамки идеологии «Россия сегодня», «Одинственно, кто на ней работал», я, в общем-то, как-то добрался хамства и дерзости и сказал «Да, я из России вчера». Ну и вы не забывайте, что вы из вчерашней России пристроились в современную Россию, в Россию сегодня. Поэтому я с уважением отношусь к тем, кто действительно умеет верить в Бог, к тем, кого учили, родители, я не знаю, их жизнь научил. Меня жизнь очень здорово испытывает, но кто-то меня все-таки оберегает. Это я чувствую. Поэтому вот через валькирию я попытался передать логику мышления композитора Вагнера. Самое интересное для любого исследователя, искусствоведа, культуролога, исследователя литературы, живописи, музыки, фотографии, что? Черновики, наброски, чудо, негативы, контактные листы. Поэтому в организации, в которой я работаю и 50 лет в советские времена было самое стыдное, самое наказуемое что-то, когда без разрешения кто-то брал такую стопку, контактных листов, это прямой отпечаток с пленки, мы снимаем на пленку, Тарасевичу, Альперту, того, то есть взял и рассматривал. Это было наказуемо. Стало быть, вы лезли в мозги к кишечнику к своему коллеге и смотрели, что он снял. Отчего это? И прячется. Потому что я могу через контактные листы четко определить и обозначить. Человек интеллектуал или нет. Он умный либо недостаточно умный. Он визуально одаренный, он умеет перевести язык, условно говоря, жизнь, литературу, язык и фотографии. То есть там написана вся логика вашего фотографического мышления и любой мусорный процесс, мусорная куча, файлы, которые не попали куда, это самое интересное для любого исследователя. Зная технологию мозгового пищеварения, очень легко освоить и снимать лучше. Поэтому любой исследователь, любой ученик и последователь лезет и роется в черновиках, в этюдах, набросках с тем, чтобы просто понять, каким образом Грубель, Малевич или кто-то в общем-то сделали ту или иную задачу. Поэтому в общем-то всякое искусство и такое искусство обмана Малевич обманывал всех своих учеников, всех своих друзей, водил в заблуждение. То есть не указывая конкретной и четкой дачи написания. Черного квадрата, белого квадрата. Айвазовский, если кто-то из вас был в августе, Айвазовский в Третьяковке, я был там четырежды, для меня самое интересное было, как эксперты оценивали полученные изображения в рулонах, каким образом собирались рамы такими болтами. Рамы это отдельно. Очень непопытно. Если кто-то видел из вас такой картинок, где нет маленьких деталей измеримости пространства девятых валов, животные, а есть картинок черного и от первого по шестой план идет вот это то есть он гениальный живописец. То есть от светлой бирюзового до серой бирюзового свинцово-черного и фотографии невозможно это невозможно видеть живопись. Вдруг в центре этого изображения обгонит артинок четырех метров генни. Такое ощущение, что по сырому маслу кто-то скрипком взял целый кусок целый углок пространства воды и наскверо быстро замазать. Лишь бы так. Увидев это, я обычно ходил на выставке с лупой, под светом, я позвал одного, эксперт-реставратора, другой, говорит, это что такое? Ооо, вы увидели это? Вот это и есть загадка, это авторская, это авторы сделали специально. И до сих пор искусствоведы критики гадают, а зачем это сделано? Цена искусства есть такая, что там все подвисываются. Если нет загадки, если нет интриги, если нет стечения, если нет убийства, если нет кражи, то произведение стоит. за всяким произведением есть некая история. Из-за истории фотографии есть маленькая история. Можно, да? Значит, снимал я очень долго, лечился я очень долго, 4 месяца снимал и 4 года выбирал. Из 4 с лишним тысяч файлов выбирал 9 файлов. Каждый фотограф это часть Валькирии. Валькирия любимый произведение Адольфа Гитлера, это, можно сказать, центральная часть, центральная тема фашистской Германии. Но я еще усил, в отличие от предыдущей телевизорской серии, я усил, усложнил себе задачу, я взял стилистику изобразительного монументализма в 30-х, 40-х и 50-х годах. Это Вегеланд, норбежский скульптор-художник Вера Мухина, Зигфридштайн, идеолог фашистской Германии, все эти супер-солдаты в Каспах, за сущным рукованием. Поэтому, значит, музыка, форма, стиль, отбор, замочил я всех своих друзей, своего сына, музыканта, с тем, чтобы из его количества выложить серию. Я вам скажу честно, когда я закончил отбор, то есть, 4 года слушать, ежедневно, раз в 2 дня, одно и то же, закончить, я сломал киск, выкинул его, фортичку. Думал, что это лучшее, что я смогу. На сегодняшний день у меня есть некая итак, зачем ранее. Самые интересные, самые экзотические снимки были святы на репетициях. Но на репетициях Кент Нагана, японец-американское восхождение, выглядит немножко вот так. Это не артирия в том вот, в той карматургии. Поэтому очень сложно делать отбор. Следующая серия человек в концептуальных рамках современного искусства. Значит, я над концептуальным искусством в меру издеваюсь, смеюсь, хотя бы в общем-то и многое. Это серия, в общем-то, ну, скажем так, мало кто ее решался и смотреть, и тем более вывешивать. Ясно станет от чего и почему. Но это современное искусство. Ну, разное. Всякое бывает. Но все в этом искусстве мне нравится. Значит, следующая серия московская «Запулисье звезд мирового балета». Это серия не о балете, а о «Запулисье». Значит, сейчас в Латвии один очень уважаемый мой автограф сказал, ты же в свою будусть очень здорово снимал театр, кино, шоу-бизнес. Я говорю, ну, это самое дорогое. Все то, что происходит на сцене, это легко снимать. Это не наша с вами работа. Это работа сценографа, режиссера, актера, а мы фиксируем эту работу. Но снимать в театре, свой театр, это самое сложное. Снять то, чего не видят обычные зрители. Поэтому «Московская закулисье звезд мирового балета» это рассказ о мужчинах и женщинах, которые работают в области балета, об их в общем-то очень сложном труде, кровь, пот и слезы. И, ну, покуда я был довольно-таки долгой и драматично знаком с Майей Михайловной Попесецкой и с Кулановой, то я скажу, что многие в то время для них сцены, репетиционные залы это и была жизнь, многие из них были одиноки. Сейчас намного все легче и проще. То есть это вот именно закулисье здесь отсняты лучшие мировые звезды мужского балета, танцовщики и лучшие мировые балерины. Можно начать. Это мужчины лучшие мировые артисты балета, американцы, европейцы наши. Российские это Джон Ноймайер. Один из лучших, если не лучший, будет вместе на сегодня Диана Вишнева. Закончился балет и одинокий артист балет 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 Циск Калинзе Водные Воды Удивительно красивый человек, удивительно удобно снимает. Ему не надо говорить ничего. Поход был на Михайловну и не надо как сесть. Он садился и менял и ситуацию и разговоры и все. То есть им надо было просто уметь фиксировать. То есть отработано все было идеально. Это не за долго до смерти. Это моя любимая фотография, моя визитная карточка снято в начале 80-х. Этот снимок назывался «За кулисами большого балета». Мода, цирк, балет, спорт, великолепные средства для экспериментов, для поиска форм. Несколько мангельеров уже несколько лет грозятся на меня. Парает в суд, потому как-то считают, что я уродный. им очень нравились мои слова, чтобы я бы у меня мода не что. Это удел для богатого дам с бешеными деньгами малозумных для меня важнее стиль. Название серии для меня есть некая волшебный ключ, который открывает дверь авторского мышления, логика авторского мышления. Через название, то есть есть ли снимок без названия, есть ли серия без названия, то это не ваши фотографии, это фотографии вашего фотоаппарата. В следующий раз, если названия нет, то пишите без названия, в кавычках, ником, кэн, олимпус, 40. Я учился, они знают, что под любую фотографию я в течение десяти секунд могу выдвинуть, то есть не самые лучшие названия, лучшее название они ночью но я вам могу вариации двух, то есть вот те, кто меня учился, я вам расскажу. То есть фотография казалось бы никакой, на три снился, но через название нам точно будет снился. Опять же это эксперименты, форма, свет, цвет, это все инструменты, поэтому многие из вас конечно знают, что такое это глаза, следующее будет ушаться. Раньше мы не снимали моду так, вот в шестятые, в семидесятые годы я моду снимал старной, шел искусствовед и говорил, этот модельер четыре года работал над аксессуарами, сумочки, обувь снимем из рыбы, чешуей, расстаркодиловая кожа, сними мне бжутер, поэтому я шел с некой задачей, выполнял эту задачу, сейчас моду снимает не самый лучший фотографий, но все там делают и в мире моды, высокая моды, там Мерседес, Воль, вот эти вот, Московские, руководят всем процессом, я не знаю, откуда эти люди зависит, но через где-то но профессионалу высокого класса там пристроиться невозможно, потому что там свои законы, у всех свои места, кто сидит с первого, с второго, с третьего. психологические метаморфозы Дэвида Ленчика, номер 8. Значит, здесь 12 фотографий, 4 различных стиля, и если смотреть не по 11 фотографий, а в одной визуальной цепочке, то вы увидите, что все идет волноле, 4 разных изобразительных стилистики, ровно эти же стилистики я наблюдал, наблюдая Ленч, он человек, конечно, экстравагантный, загадочный, очень, эпикантный, съемка его была, у меня связана с некой такой, ну, загадочной историей, криминальной историей, я у него из-под зад кровавы вытащил книжку, как поймать большую рыбу, потому что я не читал эти книжки, а через две недели я в такой же ситуации ему эту книжку рыбал, под зад, за соль, когда он вдруг взял и стал смотреть, то есть он решил, что откуда-то сверху, все, он встал выпить вода, и он раз, он взял и под зад, он взял книжку, у меня был один экземпляр этой книжки, откуда она взялся, кто не знает, документы, я не выдел, себя. Очень смешной реакцией была на этих съемках моих студентов, друзей, то есть все снимали объективом 70-200, я пришел с объективом, 400 с двойным телеконвертером сидел вот на таком расстоянии и говорит, у вас с головой все нормально будет для него, а что, я говорю, для твоей собачьей деньги, снимаем что-то, снимаем то, что нет, поэтому есть некая задность, но две недели я за ним наблюдал, потому что возможности снять его было невозможно, снимок номер один сделал где-нибудь в той виде, то есть мне нужен был сложный свет, телевизионщики вроде бы и учатся где-то в обиде, но не умеют вставлять свет, поэтому я четко знал, что идя в помещение на визуэль, я выключил свет, открыл форточку и говорю, можно вас постоять а может быть сесть очень низко лучше стойте первый снимок снят вот это без фотошопа без единственное я перевел цветные заказы девчонам следующая серия моя любимая серия поколения Аксенова долгие годы я мечтал снять шестидесятников историю меня очень драматичной была в дружбе с Аксеновым то есть он умер и вот так мы с ним секрет этой фотографии не решили а секрет очень интересный и лишь на пахах ранах мне удалось снять Евгения Александровича Ефтушенко и была наполина и Андрея Вознесинского те кто отказывал мне взвем веро что он мне дает и вот на пахах ранах Аксенова взяв объектив тысяч миллиметров я пришел и тоже в общем-то снял в одном стиле и в одном свете Евгений Ареев это вот мусорная куча дирижеров из которых я выложил именно ту основную но это материал из которого абсолютно разные люди абсолютно разные культуры как ни странно сложнее всего снимать наших дирижеров российских особенно одного дирижера который сейчас одни афиши афиши связанности у нас в России один дирижер больше вроде бы нет вы знаете это мой любимый дирижер Кшиштоф или Пенгерецкий в 60-е годы когда мы занимались музыкой для нас это был Бог и когда он приехал вдруг в Москву 10 лет назад я пошел его снимать я ближе 60 метров к нему не подходил а мои молодые коллеги с папироской горды обняв его снимались с ним на память и говорили давайте мы вас снимаем я говорю с кем с Богом я даже не знаю о чем с ним говорить уникальный человек дирижеры европейские и американские с ними легче работать потому что они все фотографы и увидев что я снимаю на репетиции или на концерт они в перерыве подходят и говорят можно узнать что у вас есть одно изображение то есть там абсолютно иная не потому что у нас есть хорошие отношения фотографы никто нас не ждет с вами ни в концертном зале ни в Большом театре сейчас никто не ждет ни на Чеховском фестивале мы мешаем всех ни на войне ни в тюрьме ни в детской больнице ни в школе ни в детской никто нас не ждет знака плюс к сожалению это так это великолепный человек австрийский директор Альфред Эшев сам фотограф на венском баллон сначала баллов сам ходил и снимал музыкантов поэтому я его отснял вот Шестерпенберецкого Нагана и Эшев может быть лучше всего музыкантов это мой ну скажем ну как-то это очень удобно даже называть другом хотя в общем мы сейчас очень близко другом это великий бас современности как написала моя университетская одногруппница великолепный писатель Иоанна Сухлова Шаляпин 21 века это солист Большого театра народный артист России Владимир Макборин в конце 60-х разве мы могли думать и знать что он будет великий бас российский мировой я чего-то достиг достигнув фотографии мы сейчас дружим редко встречаемся но очень крепко великолепный актер великолепный преподаватель великолепный человек очень добрый очень добрый вот опять же стечение обстоятельств жизнь складывается так в рабочем колхознице у меня несколько лет назад была выставка на выставку пришел мой бывший тесть народный артист России выборное приветствия солист театра Покровского пришел Владимир Маторин с своей женой оказалось что 40 лет назад они оба были влюблены в одну даму для моего чести я была первой учительницей по общему фортепиано для Володи Маторина это будущая жена и жуткая драматургия когда ее увидели здесь свобода это невозможно то есть жизнь хороших людей связывает очень тесно это мы в Суздане мы были рано-рано утром когда еще никого не было они скупили все варенье там огурцы я говорю ребята зачем мы прием к гостям закуски давайте перейдем к теме жизни есть темы собирательные через свои собственные ощущения через восприятие мое восприятие весны то есть языком типизации и обобщения я говорю о ваших восприятиях общих наших восприятиях это что праздники религиозные советские здесь восемь и персонажей этот снимок называется пространство одиночества то есть одно жизненное пространство восемь персонажей и никого нет все эти снимки имеют свои названия конкретные связанные конкретных ситуациях в цвете это более интересное желательно потому как несколько снимков будет это значит серия началась с этой фотографии это последний снимок моего семейства в одном жизни постранстве с ним это называется Саша утро верного воскресенья сейчас уже Саша 16 лет Марусин 14 лет это их мама это мой герой которого я снимал 27 лет ветеран афганской войны где через одного человека я всю современную и новейшую историю описал через одного человека Николай Юдин 19 лет попал на войну в Афганистан в этой застойку отслужил две недели там подорвался на мине лежился ног руки глаза печени то есть за 20 лет мы сделали 186 операций за это время он отсидел в тюрьме за убийство это уже перестройка Марбачев вышел из тюрьмы мать умерла маленькая эстестра вырослась и стала конституткой два брата стали ну не будем называть их специальности или профессии жизненные в общем-то я его опекал опекал а потом однажды раз и отношения вместе закончились то есть он так выяснил что все мои деньги все мои возможности шли не на лечение не на лекарства а на девушек на водку на наркотики и прощаясь с ним он сказал но вы же не сняли последнюю фотографию моей истории всем ясно какая-то фотография должна была быть смерть значит очень важно в современной фотожурналистике фотографии видеть и чувствовать очень часто радость жизни очень близко соседствует с наступающей смертью вот эту границу вот эту грань увидеть почувствовать контрасты вода и камень лед и пламень богатый и нищий голодный и сытый бледно лицый темно кожей мужчина и женщина космос земля я не знаю тогда то есть стыки 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 визуально смысловой стыки за всеми этими снимками есть маленькие истории за этой фотографией очень есть интересная история когда учился год назад Виктор он сказал что это Наташа я с ним был на одном курсе я сказал что мир настолько связан эта история вот этого человека и он говорит да если история такая я знаю больше чем это значение на этой фотографии все написано этот снимок очень пился начато в 2004 году эта серия была к нами они были без имен без памилии без названий и одна девушка из газеты ведомости написала что ну наконец на смену этих старых тертунцов и авторы там того пришла новая мысль новое видение жизни новое качество фотографии пятое и десятое и потом когда все это откроется казалось что это ясно да извините что это абсолютно абсолютно верно да просто для меня это был некий эксперимент я не был уверен что это надо это не типично для меня было но тем не менее так да это абсолютно университет но она указала и мою фамилию там и еще несколько именитов конечно вот наконец-то новое видение пришло этот снимок называется скоро в армию армия ждет кровавый октябрь 1903 года это абсолютно мой стиль по сути дела майдан слава бог что не переросит гражданскую войну русский человек удивительно существо в любой цивилизованной стране малейшие выстрел намек на выстрел и все ложатся и бегут в стороны это там все люди русский человек там где выстрел это шоу там с собачкой невесты школьники и семья то есть до тех пор пока кого-то рядом с тобой не убьют когда ты видишь результат безмятежную жизнь любопытствует человек убить а многие а это нормально он встанет шок еще не чувствует этого ведь абсолютно иной стиль чем мы видели в деятелях искусства то есть там абсолютно элементализм такой в общем-то подуманый замкнутого пространства здесь эти фотографии опять же очень легко читаются для меня высший класс фотографического мастерства это не человек который освоил вот снял какую-то серию какую-то фотографию и получил одну медаль две медали он уже знает что снимать во всем надо так это арсенал ваших технических технологических скажем визуально философических возможностей когда по тему вы ищете стиль социальная экология россии я это снимаю очень долго это 30 лет значит остановился я на 10-м году потому что немножко остыл потому что смотришь и по телевизору вроде бы все хорошо и замечательно когда едешь на место я имею в виду на место не в Москве и не в Питере это не те места да и значит вот я вам говорю что видите чувствовать вот эти контрасты добра зла я был в в 19-м году накануне 70-летия победы в городе Тула снимал тему о героях войны оружейников кто ковал и делал оружие приехал в Тулу и один из моих героев умер поэтому ему пришлось снимать его смерть похорон вот интересный момент то есть я анализирую свои сделанные работы те которые уже и получили и имеют награды я их снимаю переснимаю надо заниматься аналитической работой лучше всех снимает не тот кто умеет лучше помогать на резкость выстраивать композицию аналитика стоит дороже всего то есть очень важно свои фотографии смотреть анализировать задумывать передумывать вот я оказался в ситуации очень интересная в доме где-то значит хрущевская пятиэтаж в городе Тула на последнем на пятом этаже умер герой 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 94-летний выносит рот почетного корабля солдата рота на плечах гроб я иду перед гробом снимаю вдруг за моей спиной влетают в подъезд по лесенке свадьба покупают невесту все пьяненькие веселые с цветами с шарами я оказываюсь вот здесь гроб здесь свадьба и каким образом свидетельство я две недели не спал ну удача вот божий кодал мне такую вот на бери я тебе даю у меня в жизни где-то пять или шесть историй было где хвост пристрелялся моими врагами были муд эмоции переживания сопереживания страдания вместе с моими героями ну надо было с ним это располагать и не переживать поэтому я оказался в такой ситуации ну каким образом если бы я был на пролет выше ну можно было бы это соединить какие-то то есть разумеется я погнался моментально вылетел из подъезда я за ними погнался ну и человек в таком мужики стойте девчонки я вас сейчас буду снимать нерепно поэтому божий кодал а удача не будет то есть он мне дал набери а я не смогу потому что я был не готов это бывает очень редко дальше дальше вот очень интересная ситуация мне один из моих студентов сказал а Ленин вы что везли в Кемерово в покажи что я его снимал я его даже не видел он увидел и сказал я говорю а я этого не видел это на технической свалке в Кемерово бомжи бездомные люди они спят на технических отходах технические отходы это шлаки с групп коксовый химической батареи где вся таблица менделеев они горячие и в мороз было минус 28 значит они положатся и тепло автоматически понимаете сами что это все это смерть обыкновенные фотографии ничего здесь сложного нет но это опять же типично для тех временных рамок на всех предприятиях в конструкторах в детских садах в школах в институтах и женщина в бухгалтерах и подоконниках вращенный лук дефицит я снимаю вместе с моими студентами я обычно даю 5-10 тем каждый выбирает темы и я вместе со студентами снимаю это же самое что это кто-то говорит а чего снимать снимать нечего показать что кто-то снимает больше чем кто-то не додумывает чего-то дальше задание было в тот год стилистики фотографии конца 19-го начала 20-го века снять современную человеческую фактуру скажем так в репортажной фотографии какое место у вас занимает постановка и вообще постановка имеет право на существование вы задаете вопрос то есть мне этот вопрос очень часто я смотрю на качество фотографии если я в этой фотографии не вижу ушей автора не вижу откровенную режиссуру ну то есть это называется ушей автор если она образная если она типизированный образ событий времени человеческой фактуры мне наплевать ставит может быть вы гениальный постановщик поэтому есть технология как создается документальный образ и каким образом из документального образа можно сделать художественный документальный образ сейчас есть очень модный обмен сейчас терминов постдок это художественное кино есть документальный кино есть художество а еще кино художественное для проблем я спросила не о вашей оценке чужих фотографий мне наплевать каким образом это сделано мне наплевать меня интересуют фотографии моя оценка фотографии, никогда никому не открывайте секреты. Самая большая фотографическая глупость, когда он начинает сказать, а это Ванька, а это Манька. Я ему по шоколадке, а не станцах, мне наплевать, не показывайте свою глупость. Всякое искусство, это искусство обмана. Зачем же вы показываете, что вы и обманываете? Спасибо. То есть не обязательно, а для кого-то очень важно. Я никогда не сказал, да, я здесь узнал, что мой учитель всю жизнь, но все время боролся, говорит, как? Репортажный фотографий, это документ, как можно выстроить жизнь. Я говорю, вы 60 метров пленки истратили на одно изображение. Вы плохой психолог, не чувствуете, что может быть дальше. Вы пришли куда-то, вы видите декорацию, возьмите, объявитесь вокруг. Может здесь быть что-то, или не может. Не быть. Поэтому надо читать пространство, визуальное, тематическое пространство и предвидеть, здесь может быть что-то, или не может быть. Мы, значит, в шестом году группа была 16 человек. Восемь мужчин и женщин. Мы приехали и сняли, значит, особняк купца 18 века. Второй этаж, первый этаж, то есть все это пространство, мы 50 человек, мы купили целиком дом, и обошлось это в 4 раза дешевле, чем если бы мы жили в гостинице. И мы за четверо суток ни разу даже из дома не вышли. То есть мы, ну, группа была, в общем-то, такая, то есть за год обучения две семьи распалась, две семьи создались новые, потом распались заново, и мы никуда не уходили. Ночью мы все были в бане. То есть я сделал тему «Суздаль индустриальный». Ну, какая индустрия «Суздаль»? Самогон, веники, тетки, ути-ути, пряники, сосалки, чай, медовуха, хреновуха. И вот, значит, не уходя, мы сделали в одном жизненном пространстве целый фильм. Так, вот очень интересная серия поколений Москвы в лицах. Опять же, абсолютно не нария. Техника, слегка, спирт изобразитель. Объектив 24 миллиметра, везде, диафрагма 20. Эту бабушку я снимаю где-то в 28 миллиметра. Вот, каждый год она все стареет, стареет. Агрессивная была, ненавидела фотографов, сейчас уже смирится. Дамы ненавидят фотографов. И вдруг, средняя съемка была 2 мая, она сама ко мне пришла. Говорит, слушай, ты меня уже снимаешь давно. У меня муж уехал, я клюв в командировку, и он признает, что ты меня занимаешься человеком. Сними меня. Может, в интернете где-то будет, чтобы он доказал, что я занимался делом. И сразу отношения наладились, я ее снял, и уже все. Она говорит, ну-ка, иди снимай меня. Очень важно, значит, в изобразительном пространстве, с тем, чтобы не было мусорной куши, уметь выстраивать детали. Рекомендую в следующий раз, если кто-то из вас едет в экспедицию, в подъездку, в отпуск или куда-то, с тем, чтобы научить себя думать немножко в иной идеологии, не просто фоткать все подряд, а поставить для собой сверхзадачи. Я должен сделать одну фотографию, в которой будет география, этнография, культура, будут временные рамки событий, но в одной фотографии. И вы ее будете искать, эту фотографию. Больше будете думать и меньше нажимать. В любом случае, мусора, Настя, не точнее. Но важно просто заставить себя немножко как изменить логику вашего мышления, вашего бедения. Значит, это снималось очень долго. Это снималось в Липецке, в Паусте, в Паусте, на Бородино. Великолепный актер Марк Шредер, американский актер из областного театра, подкривенциального. Но его жизнь, его роль, вечно, Наполеон. Великолепный скачет, великолепный фиктует. И когда мы приехали в Аустер-Лицо, пришли. В трактиров вдруг барабанные дропи, открывается дверь, входит Наполеон, окружение. Тут же нас пинком подзад всех вышибают, журналистов, карт, какие-то, значит, наказания. То есть театр жизни. То есть он всю жизнь живет в роли Наполеона. И вдруг он говорит, я мечтал бы на двухсотлетие Бородино приехать в Россию и быть Наполеоном. У вас же нет достойного Наполеона. На двухсотлетие приезжает Марк Шредер, на белом коне скачет. Я смотрю, он куда-то исчез. Потом смотрю, он из-за угла, из какой-то избушки смотрит, но в роли Наполеона выступает и другой человек. Ну кто? Министр по культуре России. Какой там Наполеон? То есть Наполеон был достойный, но не был кутузов достойный. Вдруг мне звонит девушка из Пензы, моя студентка, и говорит, Владимир Юрьевич, в Пензе около вокзала везет большой баннер. Там достойный кутузов, приезжает, снимите. Вот видите, сейчас. Видите, какой рисунок делает объектив зеркальная Никоновская, тысяча миллиметров. Живопись такая, ромка плана. Вот это. Вот пришлось я в Пензу и снимать на вокзале вот такую сцену. Снимал я это долго, многие десятилетия. Следующий снимок, который моя дочь, Даша, у могилы Дениса Давыдова на Новодевичьем кладбище. Мне здесь 6 лет, мне сейчас 36 лет. Время летит очень быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин